Amazing Discoveries представляют Джоэль Крецкий Семинар «Определяя Бога» Третья лекция «Личность или Присутствие» Добро пожаловать на нашу третью и последнюю лекцию семинара «Определяя Бога» Можем ли мы здесь дать Богу какое-то определение? Мы изучили уже аспект Божества и описание Бога, которое дает нам Библия. Мы уже определили, что Иисус, Отец и Святой Дух, они были при творении, были при крещении Иисуса. Мы постоянно встречаем их в Библии. Мы также изучили, что Библия описывает Иисуса как Бога, как вечного и не имеющего начала. Мы также затрагивали вопросы, с которыми сталкивается церковь, некоторые антитринитарные взгляды, которые пытаются принести в церковь. И о том противостоянии, которое это вызывает церковь. Сегодня мы снова затронем некоторые из этих вопросов. Сегодня на нашей третьей встрече мы изучим тему о Святом Духе. Мы посмотрим, что говорит Библия и Дух Пророчества о Духе Святом. Мы взглянем на некоторые доктринальные учения и совершим сравнение доктринальных пунктов вероучения адвентистов седьмого дня и веры тринитариев. Мы также рассмотрим некоторые цитаты пионеров, потому как эти цитаты часто приводят как доказательство того, что адвентисты седьмого дня теперь являются Вавилоном из-за того, что верят в Троицу. Мы начнем с темы о Святом Духе, и прежде чем мы начнем, я хотел бы преклонить колени и попросить Господа быть с нами. Присоединяйтесь к моей молитве. Отец Небесный, благодарим Тебя за то, что даровал нам возможность вновь здесь собраться, чтобы возвеличить Твое имя, чтобы воздать Тебе славу и хвалу, когда мы будем изучать Твое Слово. Господи, я молю, чтобы Твой Дух был с нами и руководил нами и вел нас, чтобы мы смиренно приступили к изучению Слова, которое Ты даровал нам и которое описывает Тебя. Делая это, мы знаем, что своим ограниченным разумом не сможем почтить всю Твою славу и величие и силу. Господи, Ты даровал нам то, что мы имеем. Молю Тебя, чтобы мы не вошли в заблуждение, уходя далеко, чтобы мы оставались в пределах откровения Твоего Слова. Поэтому, благодарю Тебя за Твое присутствие с нами и обещание, где двое или трое соберутся там и Ты посреди них. Господи, молим Тебя, чтобы Ты говорил с нами, и молим во имя Иисуса Христа. Аминь. Вопрос, с которого мы начнем сегодня, является ли Святой Дух Личностью или Присутствием? Некоторые утверждают, что Святой Дух не является Личностью, а всего лишь Присутствием Божьим. Или просто разумом Божьим или силой Божией, которая приходит, или которая исходит от Отца, исходит от Сына и приходит на эту землю, исходит от Отца, либо от Отца и Сына, но не является отдельной Личностью. Таков взгляд антитринитариев, эти вопросы они ставят перед Церковью. С другой стороны, адвентисты седьмого дня верят, что Святой Дух является Личностью Божества, что есть Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух Святой, что они трое едины. Они не одна личность, не одна субстанция, а они объединены. Как мы изучали ранее, слово эхад используется в Священном Писании, чтобы описать, когда двое, муж и жена становятся одним целым, и что люди, строившие Вавилонскую башню, Бог говорит, что эти люди были эхад, что они были едины. Адвентисты седьмого дня верят, что несмотря на то, что Отец, Сын и Святой Дух, это три раздельные личности, но вместе с тем они едины, они эхад, они не едины, это Божество, о котором говорит Библия. Мы взглянем сегодня на эти два аспекта и посмотрим, что Библия говорит о Святом Духе, потому как мы уже изучили имя Божье на прошлом уроке, мы изучали об Иисусе, а сегодня мы изучим тему о Святом Духе. Я хотел бы взглянуть, что Библия говорит о Святом Духе. И многие эти стихи мы знаем, я хотел бы на них взглянуть и прочесть их, потому как в них мы увидим, как Святой Дух имеет атрибуты личности, то, как мы определяем личности и характеристики, которые есть у личности. Мы увидим эти примеры в Слове Божьем. В Послании к Ефесянам 4 глава стих 30-ый сказано, что Святой Дух может быть оскорблен. Здесь написано, «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Мы видим, что Святой Дух может быть оскорблен. Это первый атрибут. В Первом Послании к Коринфянам 12 глава стих 11-ый мы видим, что у Святого Духа есть желание или воля. «Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Дух Святой решает, какой дар получит каждый человек и делает это по Своей воле. У Него есть воля. Он разделяет эту волю с Отцом и Сыном. Помните, Иисус сказал, что не пришел творить свою волю, но волю Отца, и что от Себя Он ничего не делает, но делает то, что видит, то, что делает Отец. Так же и Святой Дух. Иисус сказал, что Святой Дух пришел, чтобы прославить Его. Святой Дух творит согласно Своей воле, которая находится в единстве и в гармонии с волей Отца и Сына. Послание к Кримлянам 8 глава стих 27-ой. У Святого Духа есть разум. «Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа». В английском «разум» – Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей. У Него есть ум. «Испытующий же сердца знает, какой разум у Духа». Некоторые заявляют, что Святой Дух – это разум Бога. Тогда получается, что этот стих говорит, что Бог ищет свой разум. Это не имеет смысла. Есть разделение. У Святого Духа есть собственный разум. Послание к Кримлянам 15-ая глава и стих 30-ый. Святой Дух имеет любовь. «Между тем, умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа подвязаться со мною в молитвах за меня к Богу». Библия говорит, Бог есть любовь. И мы видим, что эта любовь исходит не только от Отца, но и от Сына и от Святого Духа. Поэтому Святой Дух тоже есть любовь, имеет возможность делиться и проявлять любовь. Книга Деяния апостолов, 13-ая глава, стих 2-ой. Святой Дух показан здесь как разумная личность. Под разумной личностью я подразумеваю личность, которая умеет думать, выбирать и чувствовать. Здесь в этом месте записано «Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Славла на дело, которому я призвал их». Святой Дух не только принимает решение призвать их, мы также видим, что Он ходатайствует, Он любит, Он чувствует. У Него есть разум. Мы видим все характеристики разумной личности. Первое послание к Коринфянам, 2-ая глава, стих 10-ый и 11-ый. Святой Дух исследует. «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божьи, ибо кто из человеков знает что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия». Здесь сказано, что Святой Дух исследует, проницает глубины Божьи. Дух не только исследует наши сердца, как мы этого просим у Бога, чтобы Он показал нам грех, но также Святой Дух проницает в глубины Божьи. Послание к Кримлянам, 8-ая глава, стих 26-ой, здесь сказано, что Святой Дух ходатайствует. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Мы знаем, что Библия говорит нам, что Иисус является нашим ходатаем в небесном святилище. Иисус облек Себя в человеческое естество, мы изучили это на нашей прошлой встрече, что Он на небе облеченный в человеческое естество, и Он ходатайствует за нас в небесном святилище. Святого же Духа Бог послал на землю, как Своего представителя. Иисус просил Отца, чтобы Он послал нам Духа Святого, и Святой Дух ходатайствует за нас, посему Он также ходатай. Является ли Дух Святой только присутствием Бога, или разумом Божьим, или силой, исходящей от Бога? Или Он личность? Мы видели в Библии атрибуты личности, которые приписываются Святому Духу. Я также хочу взглянуть на то, что говорил Иисус, потому как это очень важно. Я хочу подчеркнуть, что когда Иисус что-либо говорит, мы должны принимать то, что Он говорит. Давайте посмотрим слова Христа, которые записаны в 14-й главе Евангелия от Иоанна. И здесь сказано о Святом Духе. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истинный, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его. А вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет». Иисус говорит, что Он будет молить Отца, и Отец даст другого утешителя. В Библии мы читаем, что Иисус является нашим утешителем. Но Иисус здесь говорит, что Отец даст другого утешителя. Это слово «другой» это греческое слово «allos» это слово означает «другой» или «иной». Как мы говорим, например, что «другое» или «другой» и это то, что означает это слово «иной» или «другой». Иисус говорит, «Бог пошлет вам другого утешителя» или «иного утешителя» Иисус говорит, «Да пребудет с вами вовек, Дух истинный, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет». Кто пребывает в нас? Что об этом говорит Библия? Библия говорит, что Бог пребывает в нас. Христос в вас. Упование славы. Это верно. Это библейское учение, но что так же говорит Библия в 1-м послании к Коринфянам? 16-я глава, стих 19-й. «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего у вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не Свои? Дух Святой – это великий дар, который Бог послал нам. Он – один из трех небесных сил, послан нам, чтобы Он мог быть с каждым из нас, с верующими в Иисуса Христа. Иисус не может быть с нами лично. Святой Дух является представителем Иисуса Христа. Вот почему мы говорим «Христос в вас», когда говорим о Святом Духе в нас. Не о Христе самом, потому как Он находится в небесном святилище. Мы должны это понимать, потому как Библия говорит, «Он пошлет другого утешителя, и этот утешитель будет пребывать в вас». Если мы будем исследовать, то также найдем в Писании, что именно Святой Дух будет обитать в нас как представитель Божества, о котором Иисус говорил, что это третья личность Божества – Святой Дух. В Евангелии Атеана 14 глава 26 текст Иисус сказал, «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, Его научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Иисус говорит нам, что Отец пошлет Святого Духа во имя Его. Вот почему мы говорим «Христос в вас» упование славы, потому как Святой Дух приходит во имя Христа. И Святой Дух прославит Христа. Он никогда не прославляет самого Себя, Он всегда возвеличивает Иисуса. Иисус же прославляет Отца. Если можно так выразиться, то за кулисами мы видим своего рода подчинение, желание трудиться. И говоря о Святом Духе, Иисус говорит о Нем как о личности. Множество раз, мы уже видели это в 14 главе Евангелия от Иоанна, мы видим это и здесь. Иисус снова и снова говорит о Святом Духе как о Нем, как о живой личности, которого пошлет Отец. И из текста это ясно видно. Но некоторые заявляют, что нет, нет, здесь Он говорит о ком-то другом. Он говорит об Отце, Он говорит о себе, потому как ранее Он говорил «Я приду к вам». Иисус придет к нам, Он придет к нам во время Второго Пришествия. Это то, что Он говорит в 14 главе Евангелия от Иоанна. «Приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где и я». Это самое начало 14 главы Евангелия от Иоанна. Но когда Иисус говорит о том, что придет Святой Дух, Он говорит о Святом Духе как о Нем, как о личности. Не знаю, как вы, но если я вырву это из контекста и скажу «нет, нет, нет, Святой Дух это не личность, это не Он, это Оно, это просто сила, это присутствие, а не личность», то я должен предположить, что Иисус ошибся. Потому как Иисус сказал о Нем как о личности, как о Нем, о другом утешителе. Поэтому я бы предпочел воспринимать слова Христа именно так же, как Он их сказал. Я принимаю и я верю в эти слова. Когда Иисус говорит о Святом Духе как о Нем, Иисус говорит о Нем как о личности Божества. Давайте взглянем, что говорит Дух Пророчества о Святом Духе. Мы уже рассмотрели некоторые стихи из Библии. И давайте теперь взглянем на то, что говорят труды Духа Пророчества, которые, кстати, вдохновлены Духом Святым. Цитата. «Божество исполнилось состраданием человеческой раси, и Отец, Сын и Святой Дух отдали Себя на труд по плану искупления». Очень ясные слова она использовала, и она также включает Святого Духа выражение «отдали Себя», и снова мы видим здесь три личности Божества. 27-я рукопись за 1900-й год, мы здесь можем прочитать следующее. «Отец, Сын и Дух Святой, силы совершенные и всеведущие» здесь мы видим еще более тесную связь Святого Духа с Божеством. Он также бесконечен, также вездесущ, также как и Отец и Сын. Они все бесконечны и вездесущи. Эти силы совершенные и всеведущие принимают тех, кто вступает в завет отношения с Богом. Они присутствуют на каждом крещении, чтобы принять кандидатов, отрекшихся от мира и уверовавших во Христа. Эти кандидаты вступили в Божью Семью, и их имена вписаны в книгу «Жизнь у Альца». Мы считаем, что они присутствуют на крещении. Точно так же, как при крещении Христа. «Иисус принял крещение, и Святой Дух сошел на Него, и Отец говорил с небес». В этой цитате нам сказано, что при каждом крещении, когда человек только отдает свою жизнь Иисусу, там присутствуют Отец, Сын и Святой Дух. Не поэтому ли Иисус сказал, «Ибо так надлежит нам исполнить всякую правду» или праведность? Это часть хождения с Богом. Следующая цитата, «Особые свидетельства» серия А. Номер 10, страница 37, 1897-го года. Цитата. «Князь сил зла может укоротить только сила Божья в третьей личности Божества, то есть Святом Духе». Обратите внимание, здесь снова сказано в третьей личности Божества. Еще одна цитата, «Особые свидетельства» серия Б. Номер 7, страница 62, 1905-й год. «Утешитель, которого Христос обещал послать после Его Вознесения на небеса, является Духом во всей полноте Божества, являющим силу Божественной благодати каждому, кто принял Христа и уверовал в Него, как в личного Своего Спасителя». Вот три живые личности небесного трио. Три живые личности небесного трио. «Именем этих трех великих сил, Отца, Сына и Святого Духа, каждый принимающий Христа живой верой, крестится и эти силы будут помогать покорным поданным Небесной обители в их усилиях жить новой жизнью во Христе». А снова здесь нам говорится три живые личности небесного трио. Отец, Сын и Святой Дух. Следующая цитата из Духопророчества, библейский комментарий, том 6, страница 1074. «Во имя Отца, Сына и Святого Духа Человека погружает в Его водной могиле, хороняся Христом в крещении и поднятием из воды, чтобы Тот мог жить новой жизнью в верности Богу и трем большим силам на небе, бывших свидетелями этого акта. Они невидимы, но они присутствуют». Знаете, есть очень много противостояния против одного стиха Библии, который записан в 1-го послании Иоанна 5-я глава и стих 7-й. Там написано «Ибо три свидетельствуют на небе, Отец, Слово и Святой Дух. И сии три суть едина». Многие утверждают, что в оригинальном тексте этого стиха не было, и будто бы он был добавлен позже. Я не хочу спорить об исторических точностях некоторых исторических данных, но факт состоит в том, что Библия здесь говорит, что «три свидетельствуют на небе» «Отец, Слово и Святой Дух». Я смотрю на эту цитату из Духа Пророчества, и Божья Вестница говорит «трем большим силам на небе, бывших свидетелями этого акта, силами, которые свидетельствуют» в дословном переводе. Как видите, Дух Пророчества находится в совершенной гармонии с этим оспариваемым стихом Библии. Я не выкидываю из своей Библии стихи, так же и Дух Пророчества. Я полностью принимаю в целостности. Три личности небесные, которые свидетельствуют это Отец, Сын и Святой Дух. Следующая цитата из Духа Пророчества. «Присутствие Отца, Сына и Святого Духа, трех высших сил во вселенной и тех, в чье имя крестится верующий, заверили быть с каждой борющейся душой. Они принесут благодать и силу всем, кто будет бодрствовать в молитве, всем, кто очистит душу, повинуясь истине. И они соделывают верующего инструментом, который ведет другие души к принятию Христа верой.» Для нас сегодня это очень важная цитата. «Присутствие Отца, Сына и Святого Духа. Наша тема сегодня называется «Святой Дух – Личность или Присутствие» Присутствие Отца или Сына или обеих или же у Святого Духа есть собственное присутствие. Потому как у Личности есть присутствие. Когда кто-то важный заходит в комнату, то мы на английском языке говорим «у этого человека есть присутствие», что означает, что этот человек важный, он в центре внимания. Это не то же самое, но вы поняли эту идею. Здесь же мы видим, что есть присутствие всех трех. Присутствие Отца, Сына и Святого Духа. Эти три высших силы во вселенной трудятся для нас, а также трудятся в нас, чтобы очистить нас и привести к повиновению истины. Следующая цитата из Духопророчества, 66-я рукопись, 1899 год. Необходимо осознать, что Святой Дух, являющийся так же Личностью, как и Бог, проходит по этим землям. Итак, если мы берем труды Духопророчества, которые вдохновлены Богом, чтобы руководить и вести церковь и дать нам понимание, для этого нам нужно принимать их как они написаны. Так же, и изучая Библию, мы видим, что есть Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух Святой, и они три личности Божества. Три. Это не одна сущность. Они не едины как одна личность, но едины в смысле слова ЭХАД. Они едины, но их три. Но я хочу остановиться на секунду и дать вам, пожалуй, самое точное убеждающее, самое краткое описание Святого Духа, которое вы когда-либо слышали. И я хочу дать вам это описание прямо сейчас. Не было ли это золотым описанием, не так ли? Некоторые из вас не поняли, что я сделал, и не поняли какую цитату из Духа Пророчества я имею ввиду, своим молчанием, поэтому давайте я прочту вам ее, это книга Деяний Апостолов, страница 52. «Природа Святого Духа остается тайной, которую мы не способны постичь, потому что Господь не открыл ее нам. Люди, обладающие богатым воображением, могут подыскивать тексты Священного Писания, придумывая свои толкования, однако это не укрепит церковь. Тайны эти слишком глубоки для человеческого понимания, и молчание здесь золото». Можно дойти до такой точки, когда все наши слова будут бессмысленны в попытках описать Бога, будь это Отец, Сын или Святой Дух. Особенно Святой Дух, потому как Писание не дает нам никаких точных описаний Святого Духа, кроме тех, что мы уже имеем. И мастерит на этом какую-либо конструкцию человеческого понимания, чтобы понять, так сказать, из чего Бог состоит, и как это все работает, и отношение между Отцом и Сыном. Мы уже читали об этом, что не должно делать подобного, потому как это вне нашей способности понимания. Мы даже не можем описать отношения между ними, нам это не открыто. Тем более, нам не открыто о Святом Духе. Иисус сказал Никодиму, что Дух подобен ветру. Он Дух дышит где хочет, и голос Его слышишь, а не знаешь откуда приходит, и куда уходит. А только видишь эффект. Почему трудно спорить об этой теме, потому как это то, что говорит Слово. И если мы продолжим в нашей дискуссии продолжим излагать собственные взгляды, то мы выйдем за границы, которые определяют нам Слово Божье, и мы вступим на очень-очень опасную тропу. Все это лишь человеческие предположения. А предположения ведут к лжеучениям. Мы же не хотим этого, посему в данной теме молчание золота. Мы также рассмотрели, что говорит Дух пророчества о трех небесных и самых сильных личностях небесного трио. Божества. Отца, Сына и Духа Святого. Мы видели, что Писание описывает Дух Святой с атрибутами личности. Мы рассматривали, что Сам Христос говорит о Святом Духе. Говорил о Нем как о личности. Говоря о Нем как о другом утешителе. Как о другом утешителе. Мы видели все эти аспекты по отдельности и все аспекты индивидуальности Святого Духа. Точно так же, как мы видим индивидуальность Отца и Сына как личностей Божества. Но есть утверждение, что Церковь Адвентистов седьмого дня является Вавилоном потому как приняла доктринальное учение о Троице. И что Церковь Адвентистов седьмого дня верит в ту же Троицу как и Католическая Церковь. Поэтому я хочу взглянуть на это и сравнить пункты вероучения Церкви Адвентистов седьмого дня и Католической Церкви по вопросу Троицы. Давайте посмотрим на эти доктринальные утверждения. Первая была взята из 28 доктрин вероучения Адвентистов седьмого дня по вопросу Божества. Я не буду читать всю главу, потому как это возьмет всю неделю. Можете сами это почитать, но то что я сделаю сегодня будем использовать краткое изложение, которое находится в начале каждой главы. Мы будем зачитывать то, что касается нашей темы. «Бог един, Отец, Сын и Святой Дух, единство трех взаимовечных личностей. Один Бог, как и говорит Библия, Божество – это единство Отца и Сына и Святого Духа, которое мы рассматривали в Писании, а также в Духе Пророчества, где Эллен Уайт называет все три личности совершенными, или безграничными и всеведущими. Вот во что верят адвентисты по вопросу Божества. Какова же католическая доктрина? Я буду рассматривать католическое учение о Троице, а также доктрину о исхождении, потому как идея о Троице… Мне не нравится это слово, я уже говорил об этом ранее. Мне кажется, уже я говорил несколько раз об этом. Мне не нравится слово «Троица». Они не используют слово «Троица», чтобы описать свою доктрину. Мы прочтем, в чем суть их доктрины, и обсудим этот термин немного позже. Вы можете найти это в интернете, это курсы католической церкви, урок шестой, под названием «Два исхождения и три личности». Единый и триединый Бог, это католический университет. Во что же они верят? Католическая вера учит нас, что существует два внутренних божественных исхождения. Это очень важный термин, который часто будет повторяться сегодня. Важно, чтобы вы это поняли. Католическое учение вращается вокруг исхождения Иисуса и Святого Духа. Все зиждется на этом. Два внутренних божественных исхождения – рождение Сына и исхождение Святого Духа. Что это означает? Это означает, что на протяжении вечности, вечно, Отец рождает Сына, а также Отец вместе с Сыном выдыхают, образно говоря, Святой Дух. Таким образом, есть два божественных исхождения, в результате которых есть три божественные личности. Если вы немного запутались, то далее мы это объясним, то что вам будет непонятно. Догмой католической церкви является то, что вторая божественная личность – речь о Сыне Божьем, об Иисусе. Догмой католической церкви является то, что вторая божественная личность исходит из первой божественной личности – от Отца, актом рождения, посему и является Сыном Отца. Никейский символ веры говорит «Ждиного Господа Иисуса Христа, Сына Божия, рожденного от Отца, Единородного, а также Афанасьевский символ веры гласит «Сын происходит только от Отца, Он не создан и не сотворен, но порожден». Итак, католическое учение учит, что Отец существовал вечно и из Него произошел Сын. Он родил Сына. Так они понимают Слово Единородный. Они являются одной сущностью – это католическое учение о исхождении. Это их учение о Троице. Далее здесь говорится. «Мы исповедуем и мы верим, что Святая и неописуемая Троица – Отец, Сын и Святой Дух – это единый Бог по Своей природе, единая сущность, единая природа, единственное величие и сила. Они являются единой сущностью, что означает, что Иисус является частью Отца. Он – той же сущности, что и Отец и Святой Дух – сущность Отца и Сына. Нет разделенной индивидуальности. Они зовут их тремя личностями, но они являются одной сущностью. Мы вернемся к этому позже. Термин «исхождение Духа» обозначает любящую деятельность между Отцом и Сыном, что приводит к выражению их любви, а именно Святому Духу. Поэтому говорят, что Святой Дух исходит от Отца и Сына. Сын исходит от Отца, так католики верят, и является одной сущностью. Отец рождает Сына, то есть Иисус имеет начало. И они оба любят друг друга столь сильно, что их любовь изливается и исходит в виде Святого Духа. Это католическая догма, католическая доктрина. Это их доктринальное учение. Они равны в силе, речь идет о трех личностях. Они равны в силе, в величии, в мудрости и во всем остальном. Различия между ними являются в их происхождении. Это очень, очень важно. Различия между ними являются в их происхождении. Отец не имеет начало. Он вечит, не имеет начала и конца. Сын исшел от Отца посредством интеллектуального рождения. Каким-то образом Отец родил Сына, но Сын сам по Себе не является вечным. А только из-за того, что является одной и той же сущности, что и Вечный Отец, это то, как они пытаются это объяснить. Но в их понимании, Иисус Христос имел точку начала. У Него есть начало по их пониманию. Святой Дух исходит от Отца и от Сына из-за их сильной взаимной любви. Отец любит Сына, а Сын любит Отца. Так сильно, что их взаимная любовь заканчивается происхождением третьей личности Святой Троицы. Исходит, исходит, исходит. Постоянное исхождение. Как они заявляют, это все является одной сущностью. Это установленная догма католической церкви, что Дух Святой исходит от Отца и от Сына посредством единого принципа единого исхождения. И вы найдете это в постановлениях в следующих соборах. Итак, у меня вопрос к вам, который выражает в нашей церкви сегодня антитринитарные взгляды. Когда я сидел с вами, и мы беседовали много раз в разных местах, не то же ли самое вы мне пытались проповедовать, что мы сейчас читали из католического учения? Если быть точным, то не то же самое, потому как католическое учение учит о постоянном рождении Сына Отцом, но так же, что у Иисуса есть начало. Но вы так же верите, что Отец родил Сына. Именно в это вы верите, с той разницей, что вы верите, что Отец родил Его однажды. Вы повторяли мне снова и снова, что Святой Дух – это не личность Божества, а Дух Отца и Сына, исходящий от них обоих. И это является точно тем же католическим учением об исхождении Духа. И тем не менее возникают споры, в которых бросаются осуждения в сторону церкви адвентистов, что мы верим в католическую Троицу. Хотя антитринитарные взгляды, которые были представлены мне, были взяты напрямую из доктринальных учений католической церкви. Я не в курсе, если вы знали это, исследовали вы это. Это неимоверно, что одна сторона может обвинять церковь АСД за якобы принятие католического учения, хотя сами обвинители пропагандируют ничто иное, как католические догмы. Вам нужно изучить этот вопрос. Вам нужно размышлять и серьезно обдумывать то, что вы говорите, и изучить, что говорит Библия. Что ж, давайте сравним это с тем, чему учит церковь адвентистов седьмого дня. Учат ли адвентисты тому же? Сейчас мы рассмотрим, чему учат на самом деле адвентисты относительно Отца. Мы уже рассмотрели адвентистское учение о Божестве. Это три вечные личности – Отец, Сын и Святой Дух. Три отдельные личности. Теперь мы читаем об Отце из 28 доктрин церкви адвентистов. «Бог, Вечный Отец, есть Творец, Источник, Хранитель и независимый Правитель всего творения. Он справедлив, свят, милостив и добр, медленно гнев и изобилует постоянной любовью и верностью. Проявившиеся в Сыне и Святом духе свойства и силы являются также откровением свойств и сил Отца. Они обладают той же силой и имеют те же характеристики, те же атрибуты. Но они не являются одной сущностью. Здесь вообще о сущности речь не идет. Три личности – это отдельные личности. Вот чему учат адвентисты о Сыне. «Бог, Вечный Сын, воплотился в Иисусе Христе. Речь идет о Его рождении. Через Него все было сотворено посредством Его был открыт характер Бога. Благодаря Ему совершилось спасение человечества, и через Него происходит суд над нашим миром. Будучи во веки действительно Богом, Он стал также действительно человеком, Иисусом Христом. Он был зачат Святым Духом и рожден Девой Марией. Он жил и переносил искушения как человек, однако явил собой совершенный пример праведности и любви Божией. Нигде в нашем доктринальном учении вы не найдете учения о исхождении Иисуса от Отца. Иисус – Вечный Сын Божий и истинный Бог. Он не имеет начала и не имеет конца. Он – отдельная личность Божества. А как насчет Духа Святого? Чему учат адвентисты? «Бог, Вечный Дух действовал совместно с Отцом и Сыном при сотворении, воплощении и искуплении. Он вдохновлял писателей Библии. Он исполнял необходимой силой жизнь Христа на земле. Он привлекает и убеждает людей и тех, кто отвлекается на Его воздействие. Он обновляет и воссоздает в них образ Божий. Посланный Отцом и Сыном, чтобы всегда быть с Его детьми. Он обеспечивает церковь духовными дарами, придает ей силу в Ее свидетельстве о Христе и, в согласии со Священными Писаниями, наставляет людей на всякую истину». Нет учения об исхождении от Отца или Сына. Нет упоминания об этом. Он был послан Отцом. Мы читали этот стих. Иисус сказал, «Я умолю Отца и даст вам другого Утешителя, третью Личность Божества, чтобы Он пришел и был с каждым из нас и обитал в нас в то время, когда Отец и Сын обитают на небесах. Хотя все три Личности вместе трудятся над нашим спасением и искуплением этого мира». Если рассмотреть адвентистскую доктрину, то нет никакого сходства с католическим учением у Троицы. Нет никаких сходств! О, я должен кое-что уточнить. Из-за того, что мы заявляем, что есть три Вечные Личности, и католическая церковь используют ту же самую терминологию. Но когда мы даем точное определение, сразу видны резкие различия. Потому как они определяют это как одну сущность, и это огромная разница. С этим разобрались. Но пионеры адвентизма говорили нам не верить Троицу. Они не принимали это учение и отзывались о нем плохо. Они много раз отвергали это учение. Но важно посмотреть, о чем именно они говорили, потому как, используя термин, важно посмотреть, каково было его определение тогда, когда они его использовали. Итак, давайте взглянем. Иосиф Бейтс заявил следующее. «Относительно Троицы, для себя я пришел к выводу, что для меня невозможно поверить то, что Господь Иисус Христос, Сын Отца, был также Богом Вседержителем, Отцом одним и тем же существом.» Это очень важно. Согласно учению модализма, Бог является одним существом и Он был Отцом. После Он же стал Иисусом Христом и пришел на землю. По их учению в это время на небе никого не было, потому как Иисус был на земле. После этого Он зашел на небо и вернулся в качестве Святого Духа. А на небе никого нет, потому как Он везде, как Святой Дух. По их учению есть одно живое существо. В католическом учении Троица также определяется как одна сущность. Мы видели это из их учения, что Отец порождает Сына, и они являются одной и той же сущностью. Иосиф Бейтс говорит о Троице, которая учит, что Бог – это одно существо. И он верно возражает, потому как когда Иисус был на земле, Он молился Отцу Небесному. И когда Он крестился, то Святой Дух сошел и помазал его в форме голубя. Поэтому невозможно, чтобы было одно существо. Их три личности, о чем Он здесь и заявляет. Вагонер, когда его спросили, верит ли он в Троицу, ответил следующее. Если бы я только знал, что ты имеешь в виду под термином Троица, то я бы ответил тебе. Он сказал примерно следующее. Это слово Троица имеет столь много определений, о каком из них идет речь. Этот термин имеет столь великий багаж, мне не нравится термин Троица. Я уже говорил об этом. Да, я говорил об этом при каждой нашей встрече. Мне не нравится термин Троица, не потому, как это плохое слово само по себе, но конгломерат определений этого термина, который копился на протяжении веков, и все эти лжеучения, которые привязались к этому термину, и потому, когда мы говорим, давайте использовать этот термин, то неизбежно мы будем тащить за собой все эти определения и не сможем отделить себя от всей этой терминологии, когда мы используем тот же термин, но верим в разные вещи. Мы не сможем. Я бы хотел выслушать совет Вагонера. Если бы я только знал, что ты имеешь в виду по терминам Троица, то я бы ответил тебе, но со времен Афанасия и по сей день, все дискуссии о Троице были попыткой дать определение необъяснимому и непостижимому. Тысячи были убиты только лишь за отказ исповедовать данную формулу, которую даже профессора не могли уразуметь и которая не изложена в терминологии, которую бы мог уразуметь кто-либо. Если вы почитаете историю о разных соборах, об Афанасии, о Никейском соборе, историки писали, что они спорили и отстаивали свою точку зрения, утверждая, что люди должны верить так, как и они. Но когда их спросили о том, во что они верят, то они даже не могли дать разумного ответа. Они были смущены, потому как они пытались зайти очень далеко за то, что открыто в Слове Божьем. Пытаясь выстроить человеческие конструкции, думая, что человек может логически определить, какова же структура Бога, и они становились глупцами в своих размышлениях и было великое замешательство. И поэтому Вагонер говорит, когда ты пишешь слово Троица, что именно ты имеешь в виду? Потому как существует большая путаница, никто не знает о чем они сами говорят. Далее он говорит, Писание открывает нам одного Бога, Отца всех, Господа нашего Иисуса Христа, Который есть в сиянии славы Отца и Святого Духа, Которым Христос принес Себя в жертву и был воскрешен из мертвых. Но мы не исповедуем никакие знания о них вне тех, которые дают нам Писание. Уча и проповедуя Писание, мы всегда строго ограничиваем себя терминами и языком Писания. Те, кто изобретает термины, должны искать им определение. Это подтверждение, что не нужно позволять себя определять то, что Библия не определяет. И не нужно пытаться объяснить безграничное, говоря о Божестве. Я согласен с Вагонером. Термин «троица» это не библейский термин, придуманный людьми и в попытках человека объяснить необъяснимое. И он говорит, что когда мы проповедуем, то должны использовать термин «язык Писания». И вместо термина «троица», я предлагаю использовать слово «божество». Я призываю своих братьев по служению использовать библейскую терминологию. Используйте термин «божество». Потому что, когда мы используем термин «троица», мы вынуждены объяснить, что мы имеем в виду под этим термином. Стараясь избежать терминов и разговорных выражений. Всех этих маленьких высказываний, наподобие «Бог», «три в одном», «один в трех» и все подобные этим слова и термины. И когда вы затрагиваете эти слова и начинаете использовать эти слова, вы начинаете говорить теми же терминами, что и католическая церковь. Только их определения настолько далеки от того, во что верят адвентисты. Но все же, используя эту терминологию, мы привязываем себя к доктрине, к которой совершенно не верим. Но это так воспринимается. Используя термин «троица», мы даем дьяволу возможность вносить смуту в наши ряды и путаницу в то, во что мы верим. Мы должны использовать библейские термины, вместо того, чтобы стараться дать определение божеству. Нам нужно начать говорить о таких словах как «сотворение», «освобождение», «спасение», «оправдание» и «освящение». Как насчет слова «суд»? «Воскрешение»? Я верю, что именно на эти слова нам нужно концентрировать внимание, изучать и проповедовать на эти темы. Это то, о чем говорит Вагонер. Когда мы проповедуем и распространяем Евангелие, мы должны использовать термины из Писания, потому когда мы выходим за эти рамки и начинаем использовать термины, которые звучат красиво и разумно, но когда мы должны дать им определение, то мы не можем найти его в Библии. Поэтому он предлагает оставить эти термины и использовать библейский язык и я с ним согласен. Урия Смит, один из пионеров адвентистского движения, вот что говорит он о Троице. Римокатолическая церковь имеет много других языческих практик, таких как крещение окроплением, вера в бессмертие души, что сразу же после смерти человек попадает либо в ад, либо в рай. Тем самым уничтожают христианскую надежду на славное воскрешение. А также доктрину, называемую Троицей, и он объясняет, которая учит, что Бог не имеет формы или частей, что Отец, Сын и Святой Дух являются одной личностью. Может ли Бог быть без формы и частей, когда Он говорит с Моисеем лицом к лицу? Вот еще один аспект Троицы, о котором я даже не знал ранее, что Бог по их учению не имеет формы и частей. У Него нет лица, чтобы говорить лицом к лицу, как бы говорил кто с другом. У Него нет рук, глаз и волос, как они описаны в Писании. Он говорит, что доктрина Троицы учит этому. А также, что Отец, Сын и Святой Дух являются одной личностью, одним естеством. Но это не то, во что верит церковь адвентистов седьмого дня. Католическая церковь учит, что они три являются одной сущностью. Одним существом и личностью. И он говорит, что это неверное учение. Что говорил Лавборо? Не очень-то совместимо со здравым смыслом, писал он, утверждать, что три существа это одно, и одно существо это три. Как некоторые объясняют, называя Бога триединый Бог. Если Отец, Сын и Святой Дух, каждый из них есть Бог, то это уже три Бога. Ведь трижды один не один, а три. Но логично, что они являются одно. Но не одной личностью, как это утверждают тринитарии. Они не являются одной личностью. Церковь адвентистов верит в три личности одного божества. Но католическая церковь учит, что есть одна личность, потому как у них одна сущность, из которой исходят другие. Вот о чем они говорят. Они не говорят о том, что мы верим сегодня. Проблема в том, что мы воспринимаем сам термин «троица». Как я сказал прежде, мы этим самым принесли все другие определения, такие как триедины Бог, три в одном и так далее. Мы думаем, что тем самым объясняем то, во что верим, но на самом деле это приносит путаницу, потому как мы используем термины, придуманные не Богом, а человеком, тем самым вгоняя себя в проблемы. Посему моя просьба ко всем вам, давайте вернемся к библейскому языку и не будем заходить дальше этого. Если мы доходим до точки, где не понимаем чего-либо, потому как Бог не открыл нам это сейчас, то мы должны оставить это, потому как на небесах Бог это объяснит и продолжать нам нужно дальше. Но мы должны использовать язык и формулировку Писаний. Что же говорил Джеймс Уайт о Троице? Цитата. «Учение о Троице, делающее из одного Бога трех и из трех одного, достаточно плохо. Но ультра-униторизм, который делает Христа подчиненным Отцу еще хуже. Разве сказал бы Бог низшему по положению, сотворим человека по образу нашему?» Джеймс Уайт говорил об учении, что Иисус каким-то образом ниже Отца, что Он не вечен, не всемогущ, не имеет жизни в самом себе, что каким-то образом Он ниже Отца, и Ему был дан трон, слава, власть и положение. И Джеймс Уайт говорит, что это учение еще хуже, чем учение католической церкви о Троице. Хуже! Мы уже говорили об этом, мне кажется, на нашей первой встрече. Что происходит, если мы унижаем Христа, будто Он уступает Отцу и не равен Ему. Мы оставляем некий промежуток или расстояние между Отцом и Сыном, которое всегда кто-либо занимает. Это произошло в католической церкви. В католическом понимании следует молиться Марии, потому как она успокаивает гнев. И она находится между Отцом и Сыном, как наша якобы заступница, успокаивая Отца, чтобы Он нас всех не уничтожил за наши грехи. Она успокаивает гнев, она со-искупительница вместе со Христом. Это не библейское учение, но потому как учение Троицы говорит, что Иисус ниже, чем Отец, потому как рожден от Него и имеет начало, в отличие от безначального Отца. И если вы верите в католическую Троицу, это учение, что Иисус имеет начало, создает разрыв положения между Отцом и Сыном. И поэтому Мария внедряется в этот разрыв. Не она сама, конечно же. Она умерла с верой в Спасителя мира, который был ее Сыном и Сыном Отца. Она нуждается в Спасителе, как и все остальные. Она не виновна в том, что ее имя было очернено ложным учением, которое наполнено скрытым язычеством. Но это то, что происходит, когда вы унижаете Христа. Это именно то, о чем говорил Джеймс Уайт. Джоунс заявляет следующее. «После цитирования исторических заявлений, которые показывают, что римо-католическая религия может быть религией этой нации, которые устанавливают праведность религиозных клятв, как квалификацию для должности, которые требуют веры в доктрину Троицы. Конечно, католическое учение о Троице». Мы здесь видим, что есть много разных учений о Троице. Мы видим, как он выражает свое несогласие с католической доктриной о Троице. Это именно то, о чем говорили пионеры. Мы вновь и вновь видим, что они говорят о католической доктрине Троицы, о ее определении. Даже Вагонер заявил, вы используете термин Троица. О какой Троице здесь идет речь? Вы должны определить для меня, чтобы я мог на это ответить. Это очень важно и для нас. Не используйте этот термин. Адвентисты, которые знают, во что мы верим, не используйте этот термин, выбросьте его, он нам не нужен. Нам не нужны все эти стычки, которые приносит этот термин. Это напоминает мне Павла при его путешествии на корабле, когда они плыли в Рим, и была сильная буря, и они боялись разбиться, поэтому они брали все лишнее, все что им было не нужно и выкидывали за борт, чтобы облегчить весь корабля. В то время, в которое мы живем, мы набрали много, много вещей, которые казались нам нужными, это казалось нам хорошей идеей. Но мы достигли такого момента в жизни церкви и в государстве, что все ненужное, что было взято нами, должно быть выброшено за борт. Сам термин «троица», выбросьте его, он нам не нужен. Пользуйтесь библейской терминологией, потому как наша доктрина остается без изменений. Наша доктрина основана на Библии, мы не верим в католическую троицу, если смотреть в определение термина, но мы взяли этот термин и это создало множество проблем для каждого из нас. Нам не нужно этого делать. Нужно избавиться от термина и заняться тем, что мы должны делать. Эллен Уайт писала, «Работа лежит перед каждой душой, которая подтвердила свою веру в Иисуса Христа через крещение и стала наследником залога от трех личностей – Отца, Сына и Святого Духа» дословный перевод. Снова и снова мы здесь видим, нам говорится опять, что есть три личности Божества. Это Отец, Сын и Святой Дух. Мы видели, как это представлено в Писании, и как это, если это можно так сказать, определено. Но у нас нет полного понимания и никогда не будет. Нам сказано в трудах Духа Пророчества, А также в трудах пионеров, мужей Божьих, которые изучали Библию, что невозможно ограниченным умом понять отношения между Отцом и Сыном. Мы не понимаем эти отношения. Мы видим эти отношения в Писании. Мы знаем, что есть Отец, Сын и Святой Дух. Знаем, что они всемогущие, безграничны и вечны, не имеющие ни начала, ни конца. И мы не понимаем всего этого и пытаемся представить человеческое объяснение, будто это семья, или я слышал как некоторые объясняют Божество, сравнивая его с яйцом или с апельсином. Это сумасшествие. Прекратите это делать. Тем самым вы унижаете величие Бога, пытаясь дать Богу какое-то определение через Его творение. Бог не определяем через творение. Нельзя взять Его творение и дать Ему определение через то, что Он сотворил. Мы Его унижаем этим самым. Мы пытаемся поставить человеческие конструкции того, чего мы не понимаем. Достаточно знать, что Бог есть и что Бог есть любовь. И Он настолько возлюбил вас, что Иисус умер за вас. Он прожил свою жизнь для вас. Он страдал на Голгофе за вас. Он умер и воскрес для вас. И сегодня несет служение в небесном святилище. И достаточно скоро, братья и сестры, Иисус восстанет и скажет, «Совершилось!» И Он придет забрать Своих детей домой. Поэтому Лен Уайт писала, «Работа лежит перед каждой душой, которая подтвердила свою веру в Иисуса Христа через крещение.» Также она писала, что три личности, Отец, Сын и Святой Дух присутствуют на каждом крещении. Но работа, которая лежит перед нами и которая нам предстоит, это не давать определение Богу. Нигде в Библии мы не найдем, что мы как люди должны дать Богу определение. Попытаться выяснить из чего состоит Бог. Или постигнуть Божество. Нигде в Библии не сказано, что перед нами, как перед людьми Божьими, лежит эта работа. Но есть работа которая возложена на нас. И вы знаете этот текст, Откровение 14-й глава, дает нам описание работы для нас сегодня. Там написано, «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовестовать живущим на земле, и всякому племени, и колену, и языку и народу. И говорил он громким голосом, «Убойтесь Бога, и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». И другой ангел следовал за ним, говоря, «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, «Кто поклоняется зверю и образу Его, и принимает начертание на чело Свою или на руку Свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучен в огне и сере пред святыми ангелами и преданцем». На нас возложена эта работа, она перед нами, чтобы мы несли миру весть предостережения, весть вечного Евангелия, весть о красоте и благословении субботнего дня, весть о неизменности закона Божия, весть о восстании силы Антихриста в этом мире, которая восстанет, как говорил Библия, силами этого мира, и что все они соберутся в конфедерации против народа Божьего и истины Божьей, и Слова Божьего. И все же у Бога будет народ, который изберет стоять и говорить истину Слова Божьего, неся предостережения в любви, сострадании и смирении. На нас возложена работа, данная нам Иисусом в Его Слове. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Аминь. На нас возложена работа, она перед нами. Мы не должны спорить друг с другом и не вести сомнительные диспуты, но должны отложить оружие войны, которое мы подняли друг против друга, встать друг ко другу спиной и идти в наступление против врага. В книге «Желание веков» на странице 671 говорится, «Говоря ученикам о служении Святого Духа, Иисус стремился вселить в них радость и надежду, которые воодушевляли Его Самого. Он радовался тому, что оказал большую помощь Своей Церкви. Святой Дух – это величайший из всех даров, которые Он мог попросить у Отца для нравственного возвышения Своего народа». Видите ли, перед нами не только работа нести миру Трехангельскую весь в конце времени, призывая людей выйти из Вавилона в истину Божьего Слова и присоединиться к Божьему движению, которое Бог воздвиг в конце времени, чтобы мы могли завершить работу и представить миру свет Слова Божьего. Но есть еще большая работа, которая должна быть сделана в нас. И для этой цели Бог послал нам Святого Духа. Эллен Уайт продолжает «Дух должен оказывать воздраждающее влияние, а без него жертва Христа была бы напрасной. Влияние зла увеличивается на протяжении многих веков, и поразительно с какой покорностью люди отдаются в рабство сатане. Греху можно сопротивляться и противостоять только благодаря могущественному влиянию третьей личности Божества, Духа Святого, которая проявляет себя не в видоизмененной энергии, но во всей полноте Божественной силы, очищающей сердце. Дух делает действенным все, что совершил Искупитель мира. Посредством Духа верующий становится причастником Божеского естества. Христос дарвал нам Свой Дух как Божественную силу для победы над всеми унаследованными и приобретенными наклонностями ко злу и за обесчетление своего характера в Своей Церкви. Прямо перед нами есть работа для нас. Мы должны нести Евангелие всему миру. Мы должны проповедовать весть трех ангелов, описанную в 14 главе Откровения. Проповедовать эту весть миру, который в большинстве своем не хочет это слышать. Но такой же важной как и это является та работа, которую Бог хочет совершить в нас с помощью силы Святого Духа, помогая нам иметь чистые сердца, помогая нам стать причастниками Божественного естества, давая нам силы победить врожденные и приобретенные стремления ко злу. Чтобы мы являли характер Христа миру вокруг нас. Прямо перед нами есть эта работа. Дать Богу определение это не наша работа. Любить Бога и знать Его. Знать Его значит любить Его. Так говорит Писание. А любить Бога означает повиноваться Ему. А повиноваться Ему значит служить Ему. Чтобы служить Ему нужно быть смиренным и покорным перед нашим Господом и Спасителем. Я хочу призвать каждого из вас. Участвуйте в работе, которую Господь дал нам. Мы не ищем как вызывать раздоры в среде Божьего народа. Наше стремление привести побольше людей в Царство Божие. И только смирением, кротостью и приверженностью Слову Божьему и покорностью Святому Духу, совершающему работу в нашем сердце, мы сможем быть такими людьми, какими Бог нас призывает быть. Давайте склоним головы для молитвы. Отец Небесный, благодарим Тебя за то, что Ты даровал нам мудрость, которая находится в Твоем Слове. Благодарим Тебя, Боже, что Ты поделился информацией о себе. Господи, я молю, чтобы Ты простил нас, если мы пытались здесь построить какие-либо конструкции о Тебе. Глупое человеческое воображение, которое пытается дать Тебе определение и таким образом уничижает Тебя в своем уме и в умах других людей. Боже, мы молим Тебя, прости нас за то, что мы переходим границы. Господи, просим Тебя быть с нами, как Ты обещал. И как Ты обещал послать Утешителя, который пребывает в каждом из нас. Который дает силу победить грех в нашей жизни. Победить искушения и испытания, с которыми мы сталкиваемся. Чтобы мы имели чистые мотивы и намерения. Чтобы мы жили бескорыстной жизнью, служа Тебе и бескорыстно служили людям, окружающим нас. Господи, просим у Тебя благословения для Твоих людей, для Твоей церкви в целом. Господи, мы часто просим, чтобы Ты руководил Своей церковью, но я знаю, что Ты и так руководишь. Поэтому и я прошу, чтобы мы хотели быть руководимы Тобой. Чтобы мы подняли знамя и совершали работу, которую Ты возложил на нас. Благодарим, что был с нами, когда мы изучали Твое Слово. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Продолжение следует...